В Тюмени развернулся настоящий автомобильный детектив. Несколько заявлений от жителей области поступило в полицию на один из автосалонов. Люди утверждают, что их обманули, кому-то продали не ту машину, а кому-то навязали кредит. Наша коллега Анна Княжева попыталась разобраться в этой ситуации. Он хотел купить Рено Дастер с полным приводом и объемом двигателя 2 литра. Нашел подходящий вариант в Тюмени и поехал за покупкой. Но когда документы были подписаны, случилось странное. Подхожу к машине, смотрю, ладно, дастер, все нормально, тоже комплектация, все. Но двигатель 1.6 и передний привод. Я руками развел, а у нас другой машины нету. Ни сервисные книжки на нее, ничего не дали. Говорят, мы тебе потом 2 ТО сделаем бесплатно. Все, все, раз, дверки захлопнули и ушли в салон. В итоге Евгений Шмаков уехал домой на той машине, которую ему предложили. Оксана Ломакина тоже осталась недовольна покупкой. Она обратилась в тот же салон, чтобы сдать свой Хиндай Гетс и купить новый автомобиль. Ее машину оценили в 265 тысяч рублей и предложили оформить кредит. В салоне она провела весь день, документы подписывала в спешке. И только дома, внимательно прочитав документы, поняла, что кредит оформили не под 8% годовых, а под 18,9. А стоимость новой машины составила 500 с лишним тысяч рублей. Это на 100 тысяч дороже, чем Оксана рассчитывала. Это запись телефонного разговора, который сделал тюменец Антон Носов. Он забронировал в автосалоне машину, а когда пришел оформить покупку, выяснилось, что такого автомобиля здесь нет. Банальная схема для иногородних, которые приезжают, часов 5-6 находятся и уже покупают все, что им дают под любые проценты, по любой уже стоимости. Почему к автосалону так много претензий, мы спросили у самих продавцов. Они съехали, сейчас новая организация здесь. Получается, что вы оставили название салона прежним, а юридическое лицо... Но это не мы, мы переехали, сняли здесь, грубо говоря, помещение, вот, пожалуйста. Однако в договоре между ООО «АТЦ-групп» с Оксаной Ломакиной стоит подпись руководителя. И он же значится как соучредитель ООО «Кредит-инвест», которое теперь базируется в здании автосалона. Юрист Александр Воронов уверен, расторгнуть договор с автосалоном можно, однако займет это не один месяц. Никогда никаких никому задатков, никаких там бронирования автомобиля, авант, задаток никогда никому не давать. Есть деньги, покупаем. Нет денег, нет автомобиля, сделка не должна состояться. Эти деньги потом, которые там в качестве задатка или брони, если вы отдаёте, их очень трудно будет вернуть. В полиции подтвердили, что на действия сотрудников салона поступило уже несколько заявлений. По ним проводятся проверки, результаты которых станут известны через 30 дней. Анна Княжева, Алексей Красных, Тюменское время.